Привет, друзья! Сегодня приготовим шоколадные капкейки. В тесте будет присутствовать и какао, и шоколад, поэтому капкейки получатся с насыщенным шоколадным вкусом и ароматом. А также мы украсим их шапочкой из воздушного сливочно-сырного крема. Должна вам сказать, что все ингредиенты для приготовления теста должны быть комнатной температуры. Для начала мы растираем 60 г сливочного масла и 75 г сахара. Это можно сделать с помощью обычной вилки или с помощью венчика. Далее добавляем одно яйцо первой категории и размешиваем массу до однородности. Затем добавляем 60 г сметаны жирностью 15% и продолжаем размешивать массу до однородности. В отдельной миске растапливаем 40 г темного шоколада. Даем ему несколько минут остыть, а затем добавляем к основной массе. Далее подготовим сухие ингредиенты. В отдельной миске соединяем 50 г муки, 20 г какао, 3 г разрыхлителя, 1 четвертую чайной ложки соды и тщательно размешиваем массу до однородности. Смесь сухих ингредиентов обязательно просеиваем, а затем добавляем к основной массе. Субтитры подогнал «Симон»! Вот такое у нас получается тесто. Оно достаточно густое, однородной консистенции, без комочков и красивого шоколадного цвета. Выпекать капкейки я буду в бумажных гофрированных формочках. Этим формочкам обязательно необходима поддержка, поэтому я вставляю их в металлическую форму для маффинов. Далее заполняем формочки тестом и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 20-25 минут. По истечении времени достаем капкейки из духовки и даем им некоторое время остыть. Вот такие у нас получаются симпатичные капкейки. Они очень ароматные, супер шоколадные, выпекаются с ровной поверхностью без бугорка и поэтому их очень легко и удобно украшать кремом. А теперь давайте приступим к приготовлению крема. Для его приготовления нам понадобится 400 грамм творожного сыра, 100 грамм сливок ширностью от 33 процентов и примерно 40-50 грамм сахарной пудры. Для придания крему нежного ванильного аромата я буду использовать натуральный экстракт ванили, а также буду окрашивать крем пищевым красителем. Приготовление крема очень простое. Творожный сыр и сливки должны быть хорошо охлажденными. В чашу складываем творожный сыр, добавляем к нему сливки. Напоминаю, что сливки необходимо использовать жирностью от 33 процентов. Далее добавляем сахарную пудру и примерно 1 чайную ложку натурального экстракта ванили. Начинаем взбивать массу сначала на низкой скорости миксера, для того чтобы просто объединить ингредиенты. Затем скорость постепенно увеличиваем до средней и взбиваем массу примерно 4-5 минут до пышной, однородной, плотной и густой массы. По желанию крем можно окрасить любыми пищевыми красителями. Краситель лучше добавлять в конце приготовления крема. Вот такой у нас получился воздушный нежный крем, но при этом он густой, плотный и хорошо держит форму. Готовый крем перекладываем в кондитерский мешок и можем приступать к украшению капкейков. Вот такие нарядные новогодние капкейки у меня получились. Я украшала их снежинками из мастики и сахарными бусинками. Вы можете украсить капкейки по своему вкусу абсолютно любым декором. Надеюсь, что этот рецепт вам очень понравится и скоро станет вашим любимым рецептом шоколадных капкейков. Всем большое спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok